Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Семь минут». И сегодня мы поговорим о таком явлении, как резиновые квартиры. У нас в гостях заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Валерий Фомичев. Здравствуйте! Здравствуйте! Я думаю, что в принципе у нас граждане слышали о таком понятии, как резиновые квартиры, но все равно несколько слов. Что это такое и насколько это распространено именно в нашем городе? Практически до декабря 2013 года нам очень тяжело было вести борьбу с так называемыми резиновыми квартирами. Резиновые квартиры – это когда в какую-нибудь квартиру прописывают или фиктивно ставят на учет, можно сказать, регистрируют граждан иностранных государств в количестве там от одного доенного количества, и они там практически не проживают. А 21 декабря 2013 года был принят федеральный закон 376 о так называемых квартирах. И с этого времени человек, который у себя в квартире регистрирует иностранных граждан, должен именно предоставить им жилище в этой квартире. А раньше, как было, прописывает или регистрирует или ставит на учет иностранных граждан, владелец квартиры, хотя заранее знает, что в этой квартире они проживать не будут. И то же самое иностранные граждане регистрируются в такой квартире, но там не живут. И никакой ответственности за этого не было. То вот теперь наступает ответственность. Если человек у себя поставил на учет граждан, они должны у него и проживать. Нам было сложно работать до принятия этого закона. Потому что если какое-то совершалось правонарушение или преступление, мы фактически знали официально, где этот гражданин иностранного государства проживает. Но когда приходили по этому адресу, там никто не жил. И никто никакой ответственности за это не нес. А сейчас вот с принятием этого закона введена статья Уголовного кодекса 322.3. Из-за нее владелец такой квартиры несет ответственность уже уголовную. Начиная от штрафа. Штраф составляет от 100 до 500 тысяч. Либо три года исправительных работ, либо три года лишения свободы. Скажите, а как вы, сотрудники полиции, обычно узнаете о подобных квартирах? Каким образом? Кто-то сообщает? Ну, мы тесно работаем с федеральной миграционной службой. У нас есть свои определенные каналы информации. Но и сейчас граждане стали более сознательные. Они нам сообщают и на телефон доверия, и просто звонят в райотдел и говорят, что по такому-то адресу прописаны такие-то граждане по нашей информации. Но они не живут. Либо живут. И мы проверяем. Бывает, что они нам сообщают граждане, что в такой квартире проживают иностранные граждане. Мы начинаем проверять. Да, действительно проживают. Но зарегистрированы они или поставлены на миграционный счет совсем по другому адресу. И мы начинаем по этому вопросу разбираться. Сколько выявлено уже подобных квартир по Рязани и области? По Рязани выявлено уже свыше 30 таких квартир. А по области свыше 90 квартир. В настоящее время возбуждено уже свыше 120 уголовных дел по Рязанской области. Поэтому те граждане, которые такими вещами занимались, незаконно извлекали доходы из этого, они будут привлечены к уголовной ответственности. Часть уголовных дел уже направлены в суды. С обвинительным актом. А как это практически становится возможным, чтобы в одну квартиру было прописано такое количество человек? Ну, такие у нас пока законы. Мы с этим боремся сейчас. Как вообще сотрудники полиции пытаются каким-то образом контролировать вот этот поток мигрантов? Какие-то, может быть, рейды вами организуются? – Естественно. Мы совместно со службой миграционной работаем в тесном контакте. У нас регулярно проходят совместные рейды. Мы проверяем места скопления иностранных граждан. Это в основном рынки, где они любят очень торговать. Строительные площадки, где их очень много. Работает здесь. Вот другие злачные места. Помимо этого, у нас наряды полиции ездят регулярно по улицам и проверяют паспортные данные граждан, которые ходят в вечернее время, особенно в ночное время. Проверяем, задерживаем их. И если эти гражданы нарушили какие-то наши законодательства, то составляем на них административные протоколы, привлекаем их к административной ответственности. А если уж человек вообще нарушил все законодательство, то, естественно, собирается материал, и через суд мы таких граждан совместно с миграционной службой выдворяем за пределы Рязанской области. Это, понимаете, работа каждодневная. Она особенно и незаметна гражданам, но мы ей занимаемся. Мы каждый день контролируем, сколько граждан иностранных государств нашими сотрудниками для удостоверения личности задерживалось. Вот, допустим, за вчерашний день, я могу сказать, что по области были доставлены в райотделы и проверялись на различные правонарушения иностранные граждане. 121 человек было составлено за совершенными различные административные правонарушения. Не только миграционные законодательства, они также и алкоголь употребляют, и мелкое хулиганство совершают. На них было составлено где-то 8 протоколов. То есть мы их приучаем, если они на нашей территории находятся, то, пожалуйста, соблюдайте наши законы. Нечего ходить там по улице с пьяными, шуметь, кричать, там материться. Тоже отвечают по всем правилам нашего законодательства. Как Вы считаете, данный закон по поводу регистрации, проживания, каким-то образом повлияет на поток мигрантов незаконного? Конечно. Раньше они ехали, они практически знали уже, что в любое место можно зарегистрироваться, и никакой ответственности никто за это не нес. То граждане, которые раньше их также регистрировали, уже начинали задумываться. И сейчас уже многие, когда мы возбудили уголовные дела, они поняли, что лучше такими вещами не заниматься. Штраф-то все-таки приличный, а то могут и вообще лишить свободы. Поэтому это тоже удар по нелегальной миграции. Чем четче мы будем контролировать их нахождение здесь и соблюдение мими законами, тем лучше у нас будет обстоять дело с миграционной обстановкой и прибытием иностранных граждан в нашу территорию. А вообще за последнее время наблюдается какая-то тенденция к росту или наоборот к снижению подобных незаконных мигрантов? Вы знаете, сказать, что они нам очень сильно тут делают погоду, нельзя. Мы их держим под контролем. То есть мы уделяем большое внимание работе с ними вместе с миграционной службой. Участковые ходят, проверяют регулярно. И посты наши, и наряды ездят так, что мимо большой группы не проезжают, обязательно остановятся проверить документы. Но и можно сказать, и сами иностранные граждане стали соблюдать лучшее законодательство. На что нужно обращать внимание гражданам, да? И какие тревожные факты должны заставить обратиться к вам вот по поводу квартир? Как определить, что вот, допустим, мой сосед незаконно сдает квартиру, не сдает, а прописывает туда, да, вот этих мигрантов? И по какому телефону можно к вам обратиться, чтобы об этом сообщить? Если граждане видят, что в какую-то квартиру приходят постоянные иностранные граждане, носят какие-то вещи, сумки, другие предметы, пожалуйста, позвоните по телефону 02 в нашу дежурную часть. Этот звонок будет зарегистрирован. По данному звонку будут приняты меры реагирования, проверить данную квартиру и выяснят, как они там поставлены учет, фиктивно, либо по закону. Разберутся, и человек, который сообщил, если он хочет, конечно, узнать эту информацию, ему об этом дадут ответ. Так что не стесняйтесь, обращайтесь. Если кому-то из граждан тоже известно про другие какие-то факты, настройка где-то работает, в других каких-то общепите, пожалуйста, сообщайте нам по 02, мы проверим. Мы готовы работать со всей этой поступающей информацией, потому что у нас тоже личного состава не так много, чтобы перекрыть каждую стройку и каждый магазин. Поэтому мы только за, чтобы работать в детском контакте с гражданами города. Да и сами граждане города заинтересованы, чтобы в городе был порядок и дисциплина. Ну что ж, я надеюсь, наши сознательные граждане будут помогать вам в вашем непростом деле. Вам большое спасибо за то, что сегодня к нам пришли, поделились ценной информацией. Спасибо. Пожалуйста. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. До встречи в новых выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова